Вечер на седьмом Вечер на седьмом Перечень основных проблем в нашем городе, которые нам мешают развиваться и идти вперед. Вот топ-5 обозначьте. Вечер на седьмом Вечер на седьмом Переправлялись в Одессу и нам подавались как новый трамвай. То же самое я могу сказать и о новых троллейбусах. Нам обещали в этом году закупку около 40 новых троллейбусов. Их считаны единицы в нашем городе. То есть власть обещает, но не выполняет. Что касается... А как же проект скоростного трамвая, на который 60 миллионов евро взяли в долг под проценты? Ну опять же, я вам говорю, обещает. Вот пустит, покатаемся, посмотрим. Насколько он скоростной. Ну, как выяснилось, что проект скоростного трамвая, это в принципе фикция у нас в городе. Она невозможна. А результат работы, как запустят скоростной трамвай, мы, конечно, посмотрим. А вот как отремонтировали площадь Тираспольскую, где проложили и новые рельсы трамвайные, и новые переключатели, как там сходили уже трамваи, мы уже видели. Ну вот, вы видите, как происходит в нашем городе. Помимо этого, вот, помимо электротранспорта, еще какие проблемы? Я бы хотел еще обратить внимание на центральную часть нашего города. Я понимаю, что у нас есть средний бизнес в таком виде, как кафе и рестораны. Я понимаю, что у нас туристический город, и многие жители нашего города, одесситы, ждут с нетерпением сезона для того, чтобы увеличить свой капитал. Я хотел бы обратить внимание на проблему тротуаров, на то, как под бизнес ресторанный и кафе отдают тротуары, и вот, к примеру, улица Екатерининская, между Екатерининской площадью и улицей Ласточкина. Там для того, чтобы пройтись простому одесситу, приходится выходить зачастую на проезжую часть, рискуя своим здоровьем, просто потому, что тротуар отсутствует. Его забирают летние террасы, ресторанов и кафе. По вашему мнению, что должна делать городская власть, чтобы эту ситуацию менять? Ну, должны быть четкие рамки ведения данного бизнеса. Если люди хотят создавать летние террасы, надо им идти навстречу, я не знаю, выделять какое-то помещение. Или они должны внутри располагаться, чтобы не было холодно, просто кондиционировать свои помещения. Но не за счет тротуаров, за счет пешеходных зон. Ну, вы же понимаете, что летнюю площадку поставить просто так на тротуаре невозможно. Ну, естественно. Это наверняка согласовывается в определенном департаменте. Это все коррупционные схемы и откаты. Вот как это делается в нашем городе. Ну, хорошо. Вот туризм, насколько... У нас городская власть кичится тем, что у нас наплыв туристов уже второй год. И, тем не менее, туристы сталкиваются с огромными неприятностями, в том числе, в первую очередь, с эстетическими. Когда они в центре города, в курортных его частях видят горы мусора, которые элементарно не убирают. Как вы считаете, как вы можете оценить вообще работу наших коммунальных служб? Ну, я не могу сказать, что они не работают. Коммунальные службы работают, но в ненадлежащем виде. Мне кажется, что в летний период надо или добирать персонал за счет городского бюджета, что бюджет позволяет, или просто вводить двойные смены для того, чтобы коммунальщики справлялись с данной задачей. Да, действительно, наплыв туристов, да, некоторые ведут себя невежественно, там, мусорят. Такое есть. Надо увеличивать персонал, для того, чтобы справлялись люди со своей сданной работой. Я еще хотел бы внимание обратить здесь на отсутствие городских туалетов. Что реально очень негативно сказывается на наших одесских двориках, скажем так. На отсутствие городских туалетов общественных на нашем побережье. Они есть, но они еще советского периода. Неужели наш городской бюджет не может себе позволить за счет города обустроить данную территорию, пляжи? Ну, вы же сами прекрасно видели и знаете, что там творится. Ну, у нас сделали буквально два за бешеные деньги. Два. Да. На миллионный город. На третий город по величине в Украине. Ну, вот как-то так распределилась смета. На город, у которого порт, железнодорожная развязка, автомобильная и международный аэропорт. Город, который принимает до 4 миллионов туристов в год. Два туалета. Это даже не капля в море. А как вы вообще считаете, насколько ведется работа над имиджем города, над его туристической привлекательностью? На мою точку зрения она вообще не ведется. А вот в чем она должна заключаться? В чем должны быть проявления стороны городской власти? Это должны быть какие-то проекты яркие, которые станут достопримечательностями туристическими? Это должно быть благоустройство тех зон, которые у нас уже есть сейчас или как? Ну, смотрите, я знаю, что в некоторых странах Европы, в городах при городской власти, есть комитеты, которые развиваются престижностью туризма в данный город. Они занимаются этим непосредственно в других странах. Снимают ролики, лоббируют, то есть туризм в свой город, привлекая туда туристов и, естественно, инвестиции крупные. Но какие можно привлечь инвестиции крупные в наш город? Для того, чтобы привлечь сюда инвестора серьезного, надо несколько аспектов. Первое – это отсутствие коррупции. Ни один инвестор приведет, если он видит, что данную страну или данный город поглотила раковая опухоль, как коррупция. Второе – это открытость и готовность идти на диалог местной власти. О чем у нас можно говорить, если буквально на днях переданная городу меценатом больница скорой помощи была отдана в частное владение? Отдана как? Отдана без обсуждения общественности и без вынесения данного решения на Сечугорсовет. Понимаете? То есть должна была быть больница скорой помощи, которая оказывала бесплатные услуги всем гражданам нашего города, одесситам, она передана в частное владение частной фирме, которая будет оказывать их за деньги. То есть получается, что большинство одесситов не смогут получить квалифицированную современную медицинскую помощь бесплатно. Как вы считаете, это какая-то, опять же, коррупционная составляющая в этом есть, либо это просто желание насолить неугодному предпринимателю? Я думаю, здесь есть свой бизнес-интерес. Понимаете? Я думаю, здесь, опять же, не без коррупции, не без откатов, не без взяток. То есть, опять же, все как всегда, да? Ну, конечно. Если мы уже затронули систему здравоохранения, вот, опять же, острая тема, туристический сезон, много приезжих, зачастую им нужна в той или иной степени медицинская помощь. Они попадают у нас, в первую очередь, либо в еврейскую больницу, либо в одиннадцатую. Вообще, система здравоохранения в городе на каком у нас уровне сейчас? Я бы сказал, на негативном. Смотрите, врачам платят зарплату государству, а медицинские учреждения не на балансе города. Если мы заходим с вами в любую из больниц, мы видим то финансированное, которое получается на данный момент. Отсутствие современной техники, отсутствие квалифицированного персонала. Люди, которые идут медиками учиться, это люди по призванию. В нашей стране, ну, мне кажется, это считанные единицы, которые идут именно для профессионализма. Ну, вот мы обозначили, что больницы содержатся на балансе города. Да, и в то же время, довольно часто в СМИ звучат заявления о том, что у нас бюджет идет со значительным ростом, у нас увеличивается бюджет даже по сравнению с прошлым годом. Почему не выделяются деньги на ту часть, где она необходима? Вот на те же больницы, на их реконструкцию? Мне кажется, что власть нашего города понимает, что она не вечна на данных креслах. И она пытается ухватиться за те проекты, которые принесут непосредственно дивиденды. А содержание больниц или их улучшение, ну, где они тут получат денег? Они могут быстренько собраться на сессию горсовета внеочередную и распределить землю непроданную, которая принадлежит всему нашему одесскому обществу. То есть это общественная земля. Они ее продают, получают там какие-то по темным схемам свои суммы. Да, не так быстро собираются, а реально что-то сделать? Вы вспомните, не знаю, за последний период, чтобы хоть одну больницу построили в нашем городе. Вот кроме этой, о которой мы говорили. Или посмотрите на новые районы, возводящиеся на количество расширенных дорог. Ну, это сарказм. Их нету. Нету ни одного детского садика, ни одной новой школы. Большой, я имею в виду. Общеобразовательной, на балансе города. То есть правящая элита позиционирует себя как люди, которые делают много. На самом деле, мне кажется, немного говорят. Но это позиция такой правящей элиты однодневки, которая вот доживает свои сроки, пытается куда-то уйти, по вашему мнению? Так получается? Она не пытается уйти. Она понимает, ну, мне кажется, на мою точку зрения, что она не задержится здесь на следующих выборах. Что ей не получится укорениться еще на один срок. Поэтому кусть железа пока горячо. Поэтому легче отмыть деньги на плитке, чем отмывать деньги на ремонте больницы. Это, в принципе, там тоже можно украсть, но чуть дольше будет. Смотрите, они работают еще на свой электорат. У них есть электорат, который верит, доверяя делам, в плитку, в парки. Но это капля в море. С тем бюджетом, который имеет наш город, с теми гектарами земли и зданиями, которые они продают частным инвесторам, тротуарная плитка. Но это ничто. По сравнению с тем, что можно было бы сделать. Ну вот с электоратом, этот электорат же ходит в больницы. Он сталкивается с той же разрухой и плесенью на стенах. Этот же электорат ездит в лифтах, которые отработали свой срок уже 10 лет назад. Они до сих пор функционируют. Буквально недавно к нам обращались жильцы домов с тем, что им принудительно отключили лифты, а город не может выделить деньги на их реконструкцию. Знакома ситуация. Знакома косвенно касается меня непосредственно в моем доме весной. Одесса лифт написали объявление, что данного числа, данного года они отключат два лифта, так как они уже отслужили свой срок эксплуатации и являются небезопасными для их дальнейшей эксплуатации. На что мы собрались, у нас было собрание дома, мы вызвали представителей Одессы лифта, нам предложили сделать коллективное обращение к данной инстанции, что по нашему желанию и нашему риску мы просим их включить нам риск, включить нам лифты. Вот так и живем. Замена кабины одной, если я не ошибаюсь, стоит около полумиллиона гривен. Никто ничего меняет, никто ничего не делает. Я не знаю, электорат, но, наверное, со временем их станет меньше. Как-то пытались обратиться к городским службам, чтобы они лифтовую кабину заменили? Мы писали, обращались, но денег нет. Вот такой ответ был. Стандартный ответ, несмотря на все вливания в бюджет, да? Абсолютно верно. Помимо этого, вот перечень проблем, которые вот стоят остро, по вашему мнению, что еще в это входит? Остро, по моему мнению, стоит это отсутствие городской власти, вообще какой-либо реакции отсутствия на повышение коммунальных тарифов. Есть комиссия в Киеве, которая занимается тарифами, она устанавливает цену, рекомендуемую для данного города. Городская власть может ее принять или не принять? Смотрите, буквально недавно, вот с начала месяца, подняли холодную воду на 2 гривны. Что мы слышим от городской власти? Ничего, абсолютно ноль реакции. Но механизм у них есть, как-то воздействовать на эту комиссию, они могут не согласиться, предложить другие расчеты, да? Естественно, они могут даже погасить часть коммунальных услуг всего города за счет госбюджета, за счет городского бюджета. Они могут выделить деньги на установление счетчиков, на утепление многоквартирных домов, создать комиссию, которым будет этим заниматься, комитет, нанять рабочий персонал, тем самым утепляя дома и экономя людям потребление тепла. Тем самым у людей будет оставаться больше денег. И они смогут тратить на свои личные нужды. Но опять же тут отсутствует мотивации у городской власти это делать, да? Мы видим, что они, да, они ничего не делают. В принципе, вот система жилищно-коммунального хозяйства, которая сейчас переходит в обслуживающие организации, принимают либо ОСМД, которые создают сами жильцы, либо это дочерние, скажем так, компании, которые возникли на местах ЖЭКов. К нам люди обращались с проблемой, что пытаются ОСМД как-то дискредитировать, чтобы они вернулись к тем фирмам, которые созданы на основе ЖЭКов, чтобы обслуживали те же люди за более высокие деньги. Высокое оплату. Ну, конечно, это выгодно. Выгодно, чтобы люди платили, и опять же ничего не делается. Но опять же, вот у меня дом не ОСМД. Мы платим, естественно, каждую уборку преддомовой территории, обслуживание лифтов и тому подобное. Но фактически никто ничего не делает. Деньги уходят никуда, и мы не видим результата. Это выгодно. Ну вот в принципе, вот по городу какое складывается впечатление? Есть какие-то подвижки, что-то делается или нет? Потому что когда ездишь по городу, везде что-то перекрыто, везде что-то копает, везде что-то делают с одной стороны. С другой стороны, каких-то результатов этих работ не видно. Вот почему так складывается? Это мишура какая-то? Мне кажется, что, смотрите, это выгодная работа, скажем так, в кавычках. Если все сделать, не останется больше никаких проблем, и не будет больше никаких моментов, на которых можно будет отмыть деньги. Поэтому все делается, затягивается. Тот же мост Коцебово, сколько они его могут ремонтировать? Они его открыли, сейчас опять закрыли. Какие работы они там сейчас ведут? Почему нельзя было сделать все сразу? Сколько денег ушло из городского бюджета на данный мост? Город не может переконструировать мост в течение 80 месяцев? Опять же, вечная стройка, понимаете? Вечная стройка требует вечных денег. Вливание все время, вливание денег. Вечный двигатель по выкачиванию денег из бюджета. Ну, естественно, естественно. Хорошо. Вот как этот прочный круг разорвать? Как поменять ситуацию, по вашему мнению? Сменить власть. Сменить власть. Чтобы сменить власть, вообще, на мою точку зрения, надо создать гражданское общество. Такое, как есть в развитых странах. Для того, чтобы давить на власть. Показывать, что мы все время присутствуем, мы контролируем, мы наблюдаем. Мы не дадим воровать, мы не дадим обманывать. Понимаете? В данный момент, вот что касается нашей власти, в данный момент зарегистрирован законопроект в Киеве, Верховной Раде, об отставке и перевыборах в нашем городе и мэра города. Посмотрим, может что-то изменится, может будет перевыбор. Как вы считаете, насколько перспективен этот законопроект, насколько перспективно это решение? Или все-таки, опять же, удастся как-то разрулить? Ну, тут все зависит от нашей работы, от гражданского общества, от людей. От того, как мы будем показывать, от... Ну, смотрите, какие ситуации. Уже и много митингов было, правильно? Против мэра города. И разгон антитрухановского Майдана, что... Противоп... Как вам правильно сказать? Что суперечит конституция Украины. Я на украинский скажу. Это и двойное гражданство. Помните, было расследование, по-моему, на фактах на СТВ про двойное гражданство Труканова, про его офшоры. То есть фактов есть. Посмотрим, как рассмотрит Верховная Рада. А мы, в свою очередь, будем действовать, как действует дальше. Смотреть, общаться, показывать, что мы присутствуем. И давить митингами. Ну, как гражданство и общество может влиять на власть, тем самым мы будем влиять на власть. Ну, будем надеяться, что заметят волеизъявление гражданского общества, одесского, и в Киеве, и здесь как-то власть отреагирует, и какие-то подвижки уже будут. Смотрите, власть должна помнить, что мы ее избрали. Они всего лишь менеджеры и клерки, которые работают на общество. Понимаете? Замечательный посыл. Будем надеяться, что на Думской один его услышат. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам обсудить проблему. Нашим телезрителям я напомню, что в гостях вечера на седьмом был Борис Цуканов, общественный деятель. Не переключайте с мой канал, дальше будет много интересной и актуальной информации. Субтитры создавал DimaTorzok